Я хочу обратиться к тому примеру, который приводил Билл Гейтс в своей книге «Бизнес со скоростью мысли». Он обратился к сети отелей Marriott, это всемирная сеть отелей, которая действовала правильно. В случае возникновения спора с туристом, каждый менеджер праве решить вопрос, если цена этого вопроса не превышает 100 долларов. Неформальным образом, как угодно. Компания доверяет своим служащим. Спускается турист, например, с верхнего этажа и говорит, вы знаете, у меня почему-то в номере не было мыла. Тогда клерк, который стоит за стойкой администрации, говорит, очень жаль, давайте счет за проживание разорвем. Вы же недовольны качеством услуг? Вы знаете, как это действует на туриста? Это действует просто потрясающе. Турист приезжает опять же в гостиницу, потому что к нему проявлено дополнительное уважение. У него могут быть пожелания, дайте мне подушку, чтобы там она была из холофайбера обязательно, потому что у меня аллергия на пух и так далее. Но появилась такая категория туристов, которые предъявляют даже необосновные претензии. Они все время придираются и придираются, потому что не хотят платить. Как быть с этими туристами? Так вот, в этой сети отелей действует своя база данных клиентов. Такой клиент попадает в черный список. И ему рекомендуют обращаться в другие гостиницы. То есть, другими словами, когда идет очень хорошая классификация клиентов, клиент клиенту рознь. Нужно очень хорошо сегментировать клиентов и те, которые поступают недобросовестно, отбраковывать. Потому что эти клиенты только... Есть такое правило хорошее, правило порядка. 20% клиентов приносит 80% выручки компании. Но у этого правила есть очень грустное продолжение, которое преимущественно будет направлено на плохих клиентов. Вот эта прибыль может быть распределена на решение проблем с теми клиентами, которые занимаются сутяжничеством. Или только имитируют процесс заказа услуги. Давайте обратимся вот еще к такому примеру. В автомастерскую обратился состоятельный клиент с жалобами о работе двигателя. У нас это все опубликовано на нашем учебном сайте. После того, как ему выставили небольшой счет за диагностику и взяли с него координаты, он оставил 4 мобильных телефона, офис-менеджера, секретаря, друга, кого угодно, но только не свой. И после этого уехал за рубеж. Затем, когда после диагностики пришли к выводу, что эта работа стоит 200 долларов, приступили к ремонту двигателя, согласовали с неуполномоченным лицом. А по возвращению, то есть провели капитальный ремонт двигателя, по возвращении из отпуска этот клиент приехал, во-первых, с задержкой. Автомобиль находился на стоянке этой станции техобслуживания лишние 2 недели, бесплатно причем. И клиент отказывался рассчитываться за произведенные работы, опираясь на закон о защите прав потребителей. И на то, что он не давал согласия на превышение оговоренной сметы работы. Вот он дал 50 долларов вначале за диагностику. Вот будьте добры, за 50 долларов сделайте все. А эти телефоны были указаны, ну, просто для контакта, для сведений. Сообщите о том, что работа произведена. Кто вам что подтвердил, я этого не знаю. Как быть? Мудро. Что мудро? Со стороны потребителей мудрых? Получается, да. Конечно, со стороны потребителя здесь нет добросовестных действий. Но если подвести обобщающие итоги, из любого конфликта можно вынести что-то конструктивное для себя. Можно разработать такие формы обратной связи с клиентом, чтобы из них совершенно однозначно следовало, какой телефон, какой контакт является уполномоченным. Например, в форме предусмотрено, что поступление согласия по факсу или по СМС является достаточным основанием для превышения сметы. По электронной почте, как угодно. Вот если стороны об этом договорились, они попадают под защиту закона обе стороны. Гражданский кодекс допускает такие формы коммуникации. Тем более в наше время, когда практически по всему миру действует интернет и может согласовать изменения цены работ непосредственно с клиентом. Но в противном случае не надо брать излишние риски на себя. Персонал должен понимать вот эту философию и очень гибко реагировать в нестандартных ситуациях. Потому что иногда персонал, который взаимодействует с клиентом, не располагая точной информации, ведет себя сверхосторожно, упуская заказ. Или наоборот, сверхгрубо, проявляя открытую грубость по отношению к клиенту, который прав с позиции закона. Персонал иногда не видит тех возможностей благоприятных, которые дает закон. Продолжение следует...